Всем доброе-доброе утро! Сейчас 8.30. Я взяла ученика, которому надо идти лично к 9 утра. Ему 4,5 года. Вика со своим подозрением на витрянку у меня дома. Сегодня будем вызывать врача. Надеюсь, вы меня слышите. Лифт каждый раз трясется. А Даня не повела, потому что отвратительная погода. Что ему сидеть в садике весь день с дождем, они гулять точно не будут. Мне вчера сделали стрижку и до сих пор держится укладка. Я этому не сказанно рада. Больше, по-моему, укладки, чем стрижки. Самой себе так не вытянешь. Эта глажка утюжком была. И так, конечно, не отгладишь. Хотя утюжок я купила тогда. В общем, у меня проснулась только Вика. Она полностью проинструктирована. Я всю зиму ходила на уроки. Сейчас давно не ходила. Сейчас у нас июнь уже. Тема спит. Даня, почему спит, непонятно. Но вчера он подкашливал, и сопли начинались. Возможно, он не домогает. В общем, я ему сказала, встанешь хорошо, поедешь в садик. Он говорит, значит, надо встать плохо. Да. Вот что у нас на Фарнасе тут. Всё мокрое, слякотное. Ужас. Хочу сказать, что мне всё равно в любое время очень нравится моя работа. Я на ней всё равно отдыхаю. От дома. Жизнь как бы домохозяйки. Я, конечно, не домохозяйка совершенно. Вы сами знаете, что я набегу, готовлю и убираю. Хоть я и не домохозяйка, но это жизнь ужасна. Вчера Даня играл в наручники игрушечные. Прикреплял там Вику куда-то, Даню. Куда можно прикрепить на кухне? Я говорю, вы уже меня прикрепили к плите и иногда отпускаете к раковине. Что я хотела сказать? Что я вчера забыла... Ну, то есть я расставила приоритеты, поняла, что лучше я потерплю утреннюю боль, чем не высплюсь. Я не намазалась гелем, потому что вечером заехали... Ну, не хочу говорить, кто заехал. В общем, очень хорошие люди заехали. Но все равно потратила время на разговор на 30 минут. И они уехали от нас в полдвенадцатого ночи. Мы все время проболтали в прихожей, но время на гель уже не оставалось. Нужно его нанести и ждать, когда высохнет. Иначе измажу кровать. Ну, не важно кровать, важно, что он слезет и не будет эффекта. Поэтому я решила, что я не мажу деклофенаком руки, а мажу их утром. Вот. Уснула я раньше 12, соответственно, я выспалась уже к 6, кажется. 6 с копейками утра, и вот в 6 уже все ужасно болело, и я намазалась. Хочу сказать, что еще не прошло, потому что, видимо, больше надо времени. У меня вообще ничего не сгибается, вот до сюда сгибается. Вот, собственно, и все, что хотела сказать. Что приоритеты. Или выспаться, или обезболить. Но поболтать с гостями тоже очень-очень хотелось. Очень. Да, кто там... У меня такие попадают комментарии, знаете. Явно, что очень новые люди на канале, и прям совсем ничего обо мне не знают. По поводу моих родственников, да. Мне написали такой жесткий комментарий, что вы живете как будто только для себя. Где ваши родители? Ну да, у меня нет родителей. Моя мама умерла очень-очень много лет назад. Где-то 15 лет назад. И я, кстати, в этом году не навещала ее могилку, поскольку вот дети со мной все время. И с детьми я еще не готова, наверное, туда ехать. Все время хочу съездить одна. В общем, в этом году не ездила. Но если я поеду, я уже подумала, что я, наверное, вам прямо покажу все. Возьму вас с собой, чтобы у вас не было никаких сомнений, что действительно моей мамы давно нет. Моя бабушка умерла после этого, спустя 4 года. Вот бабушка прям четко помню, в 2010 году. Значит, 12 лет назад. А мама, получается, 2010-й минус 4. В 2006. Вот, в 2006-м умерла мама, в 2010-м бабушка. Собственно, это и были мои самые ближайшие родственники. Моя тетя умерла, когда мне было где-то 21 или 22 года. Это тоже был мой очень-очень близкий человек. Не могу сказать, что мы там шушукались по душам. Но я туда ездила с большой душой и отдыхала. Она никогда меня не напрягала воспитаниями, какими-то поучениями, какими-то расспросами. В общем, я очень комфортно себя ощущала. И вот это была такая первая серьезная потеря. То есть тетя моя родная, родная сестра моей мамы, с которой мы всю-всю-всю жизнь до ее смерти провели вместе, близко. Она умерла, когда мне было 21-22 года. Что-то в этом духе. В общем, мой старший сын был малюсеньким тогда. Дальше что? Дальше что по родне? Ну, мой дедушка умер, когда мне было что-то типа 12 лет. Но, кстати, это такая вообще травма психологическая. Мне не сказали, что он умер. По какой-то причине меня решили поберечь. А я лежала в больнице. И потом, я когда вышла из больницы, я говорю, вот, едем к бабушке с дедушкой, к бабушке с дедушкой. А мне так мама так вообще... Я в комнате, она там с коридора говорит. А дедушка умер. И все, больше мне ничего не говорили. Ну, вот, знаете, как-то, видимо, мои родители так вот как-то меня странно оберегали. По-моему, сейчас такие веяния, что нужно наоборот рассказывать, там, поговорить, вместе поплакать, там, и так далее. Мне вот так не говорили. И у меня так было, и все. Вот такой шок. Ну вот, что касательно моих мамы, бабушки, дедушки по маминой линии. А с папой моя мама развелась, когда мне было почти 15 лет. Вот пару месяцев до 15 лет они развелись, и мы сразу же разъехались. Собственно, цель развода была не написать какие-то бумажки, а цель развода была разъехаться. Пустили по ветру, так сказать, квартиру нажитую, двухкомнатную, и разъехались в разные места. С тех пор я своего папу не видела. Сколько лет не видела папу? Давайте посчитаем. Значит, с 90-го года. С 90-го года где-то, с 91-го я не видела папу. Что-то много лет, да? Много. Учитывая, что у них с мамой были всегда общие друзья всю жизнь, то есть он все прекрасно про меня знал, когда там я родила Тему инвалида, когда там что со мной было, это все ему пересказывалось, эти общие знакомые и подруги приезжали к маме, рассказывали про папу, папе рассказывали про то, как мы живем, это все понятно. Но я тогда была очень на него сильно обижена, он очень сильно пил, у него была проблема такой, знаете, какой-то такой скрытый алкоголизм, когда пьешь только в выходные, а на работе все друзья никогда не верили, что он пил. Вот, и вот я как с вами уже доехала до урока, и тяжко нам очень ожилось, поэтому я не хотела после их развода с ним общаться. И съездила к нему буквально пару раз, получила очень большой негатив, и больше мы не виделись. Вот так вот. Ну что, я приехала, паркуюсь. Так что вот по поводу моих родственников вот такие вот дела. А есть еще родственники по отцу, они, значит, из Архангельской области, но мы не общаемся. Вот так вот сложились обстоятельства, что как бы папа никогда не рвался к ним как-то общаться. Ну и я как бы в детстве слышала, что они есть там где-то в Архангельской области, даже ездила туда где-то в 5 лет, и где-то в 12 лет меня туда папа возил в гости, а больше все. Не знаю, потом были попытки, можно так сказать, в современном мире пообщаться, но почему-то не привело к успеху, поэтому с родственниками по папе не общаюсь. Вот. А с родственниками по маме у моей тети дочь осталась, и она вот тогда, когда мне было где-то 21 год, вот тетя умерла, и моя двоюродная сестра переехала в Америку. Вот. Она там живет, все благополучно, но сюда она не приезжает. Приезжала какое-то время, каждый год, пока была жива одна бабушка, другая бабушка, пока ее папа жил в России. А сейчас, собственно, ну что, она из-за меня поедет. У нее уже дети есть, дети не говорят по-русски, вот. То есть им тут делать нечего, она не хочет поддерживать контакты с Россией. Мы переписываемся, и все. Так что вот я вам, как сейчас, всю свою жизнь рассказала за 5 минут. Очень много смертей, и поэтому я не хожу на похороны, никогда никому я не хожу на похороны. Я извиняюсь и не иду. Для меня это очень травматично. У меня в жизни нет места для того, чтобы упасть в депрессию, там лежать, не есть, ничего не делать у меня нет. Поэтому, чтобы до этого не доводить, я избегаю вот этих острых углов. А, кстати сказать, моя бабушка тоже не ходила на похороны. Вот. Интересно, кто-то будет вообще это смотреть и слушать? Ну, наверное, только постоянные. Моя бабушка пережила своих троих детей. Первого ребенка она похоронила, когда ребенку было меньше года. Никто не знает, по каким причинам и чем он болел. Следующую дочку она похоронила, когда... Ну, вот это была, собственно, моя тетя. Значит, тете моей было где-то 40 с небольшим. И третьего своего ребенка, то есть мою маму, она похоронила, когда моей маме еще не было 60 лет. Вот, собственно говоря, печалька такая. И моя бабушка никогда не ходила на похороны. Вот. Эти всякие... Как поминки отмечались. А похороны она не посещала. Говорила, нет, 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 нет. И я, в принципе, сейчас понимаю, что я поступаю точно так же, чтобы быть сохранной. Ну, кто-то скажет, что так нельзя делать. Но так можно делать. И я иногда хожу в церковь, там вспоминаю, ставлю свечки. Но ходить не хочу. Чего-то я не на то настроилась. Надо мне идти на урок 4,5-летнему мальчику. Сейчас мы улыбаемся и машем. Мальчик, скорее всего, не хочет заниматься, потому что был запрос такой у мамы, что я его учу читать, а он не хочет. Может, с вами захочет. Не факт. Я вам скажу, что он со мной захочет. Если она с ним занималась уже по этому же букварию Жуковой. Скорее всего, у него будет отторжение. Но ничего, мы помучаемся немножко. Вот в этом как раз доме, стечение обстоятельств, в этом самом доме у меня был неудачный ученик. Слушайте, я, наверное, выхожу. Неудачный ученик. И мы отмучились с ним полгода. Его родители очень извинялись за его поведение. Он вообще не занимался, но он меня очень любил при этом. Целовал, обнимал. Но, да, не хотел учиться ничему. Не хотел. Вот в этом доме очень сложно попасть внутрь двора. Здесь закрытый двор. Здесь нельзя пройти не сквозь магазин. Хотя есть там двери. Но нужно иметь ключик, если ты жилец именно этого дома. В общем, тут закрытый совершенно дом. Это парнас, но это не главстрой. Так, мне повезло. Девушка вышла. Вот, закрытый двор. Посмотрите, здесь муха не пролетит. Еще меньше, чем на парнасе мух. Вот эта калитка. И нажимаешь ты номер охранника. Он записывает... Ну, вы видите, я прошла, да? Он записывает номер квартиры, в которую ты идешь. И только тогда тебя пропускают. На машине сюда не въехать вообще. Я въезжала пару раз. Это заканчивалось очень плохо. То меня дворники звонили и с урока вызывали, чтобы я прямо убрала машину. Видите, у них платная... Ну, не платная, извините, не платная крытая парковка для жильцов дома. Я не знаю, платят они за нее или нет. Но тут рядом нету места. Вот я сюда ставила. То есть они прямо очень следят за тем, чтобы у них было просторно, чтобы не было такого, что стоят какие-то чужие машины. Вот так у них просторно. И все, по-другому, значит, не будет. А сейчас я вижу, что мне надо весь дом протопать. Ноги что-то не топают. Смотрите, какой лифт. Я вообще бывала в этом доме очень много раз. В другом подъезде совсем другой лифт. Там все хорошо и чисто. А здесь они вот эту временную обшивку не сняли. Это временная обшивка, чтобы не портили стены лифта. Вот так. Так, ну что, я провела уже урок. Восхитительный ученик у меня новый. Четыре с половиной года. Все он хочет. Мама говорила, не хочет он. Он очень хочет учиться. Он хватает карандаш. Я, конечно, немножечко устала. Хочу вам свой восторг сразу же передать. Это что-то, какая-то фантастическая семья. Или это у меня тенденция во всех влюбляться сразу. Просто идеальные дети. Белоснежная квартира. Детям два года и четыре. Белоснежная, стерильная квартира с белой мебелью, белыми обойми. Много комнат. Я говорю, это что? Как? Я говорю, вы без перерыва убираете? Она говорит, нет. Говорит, у меня дети, говорит, чистоплотные. А ребенок говорит, вон у нас кто убирает. И показывает робот-пылесос. Ну, робот-пылесос-то не устраняет всевозможные разливания, проливания. Она говорит, нет, ничего не падает. Я говорю, а как, они не таскают еду, не разливают ее? Нет. Вот, стерильная квартира. Мы занимались на полу. Ни одной пылинки, крошечки. Вряд ли она вылезала к моему приходу. Решили заниматься два раза в неделю. 45 минут в 9 утра. Меня вполне устраивает. Я прям отдыхаю. Сейчас приду в свой армагеддончик обратно. А вы знаете, белая квартира, это круто. Это так светло. А у меня вот черный кафель этот дурацкий. Так случилось, что он у нас появился. И не переделывать же его. Знаете, давайте, наверное, перестану сегодня снимать. Отдохну. Я уже много наснимала. Пока-пока. Напишите про мою стрижку. Я сейчас прочитала, девчонки, все ваши комментарии, все ваши поздравлялки. Спасибо вам огромное, что вы все понимаете, что такое тысяча подписчиков. Сейчас плакать буду. Спасибо. Монетизация тут уже давно не важна. А тут уже важно просто развитие канала. Конечно, я мечтаю когда-то заработать деньги на ютубе, но это уже отошло давно на второй план. Всех люблю. Спасибо.